добрый день уважаемые зрители рад вас приветствовать начинаем тихонечку записывать видео на темы которые вы спрашивали спасибо откликнулись многие честно я ожидал что будет меньше были заданы очень интересные вопросы меня единственная просьба к тем людям которые писали что они хотели бы посмотреть видео про проекты пожалуйста расшифруйте в комментариях свой запрос понятно что есть нды то есть как бы коммерческая тайна я не буду говорить компанию я не буду говорить там ее обороты но я могу сказать что завод железобетонных конструкций до или завод который там что-то производит машиностроительные даже немножко может быть я подумал обобщить да вот мото классический машиностроительный завод у меня такие проекты были не один что вы хотите знать ну об этом проекте какая версия там была erp ну я наверное сейчас уже не вспомню надо поднимать документацию и это важно или нет или какое-то оборудование или количество пользователей или как я строил работу если по остальным видео я примерно понимаю и представляю что рассказывать то что рассказывать о проектах не очень понимаю не хотелось бы чтобы видео было не интересным или ненужным просто какие-то воспоминания какие-то сложности ну а почему они сложности мне например понятно потому что я это переживал чтобы вы хотели понимать об этих сложностях чтобы вы тоже осознали что это были сложности буду благодарен за такие комментарии потому что это не очевидно для меня и так ну да еще момент многие кто задавали вопросы вы увидите свои ответы в одном видео как я уже говорил я не люблю писать много видео просто для количества на канале вопросы про надежды про ожидания про что-то связанное с этим вот вам ответ надежда это великая беда это великая проблема почему нужно надежда порождает ожидания ожидания порождает разочарование и вроде бы это уже все слышали в каком-то видео об этом говорил а для чего же еще раз а для того чтобы показать вам что мало разочарований надежда порождает неверные поступки классический пример с которым я сталкивался это надежда на наследство что творят люди которые надеются на получение наследства многим аплодируют высокопоставленные черти из преисподней что они творят но это не так сильно бы меня интересовало если бы не то как это влияет на людей в моей практике были весьма неплохие специалисты показывающие рост от которых следовало бы ожидать достижений которые говорили не мы не будем прикладывать много усилий потому что мы нам вот достанется от бабушки пожилой квартира мы ее будем сдавать будем жить а если там еще была перспектива двух квартир допустим пожилая тетушка и пожилая бабушка все там катастрофа был такой опыт была девушка консультант первой линии планировал переводить на вторую давал задачи мне еще у меня будет наследство мне это все не надо слову говоря нет она его не получил потому что тетушка то ли двоюродным то ли троюродному премяннику в итоге оставила наследство бабушка просто соседки которая ей улыбалась каждый день возможно не знаю девушка это прилагала какие-то усилия большие или маленькие это не меня на судить вопрос в том что когда вы надеетесь на наследство так устроена человеческая психика что вам кажется что но уже вас есть вы начинаете планировать что будете сдавать вы уже начали то есть человек уже начинает распланировать да как он будет тратить деньги от сдачи и это видео люди уже всерьез они сидели на обеденном перерыве всерьез обсуждали как как вот я говорю я потрачу эти деньги вот это я отложу на опуск этих денег нет этой квартиры еще нет человек которому она прилежит жив но он уже и никто не не может этого чек который жив обязать ему оставить эту квартиру это фантастика да он фантазирует и он настолько фантазирует что он уже он уже на отдыхе на море за счет сдачи или продажи этого актива он уже там конкретно девушка это была на мальдивах мысленно уже там от продажи этой квартир или она за год там два накопит да неважно важно то что она уже этот этим активом владеет соответственно кроме разочарований это так психического до стрессового воздействия того что не получаешь этот актив порождаются неправильные поступки тебя кажется что эти ресурсы у тебя уже есть а их еще нет и совершенно необязательно они появятся если вы кому-то помогаете помогаете без надежды получить что-то обратно иначе это контракт контракт который нужно заверять юридически и составлять с помощью юридического эксперта я им например не являюсь и когда мне надо составить юридический какой-то документ я обращаюсь в специализированные учреждения высок квалифицированных специалистов надежды дальше я надеюсь что меня повысят не про завещание сказал это просто так вот реально уже нелепо выглядит прям вообще я надеюсь что меня повысит что это за формулировка то такая вы обсудили конкретные показатели которых вам нужно достичь например чтобы вас повысили возьмем самый простой вариант вот вы линейный консультант у вас зарплата 100 у старшего консультанта 150 что должно что вы должны сделать чтобы быть повышены с линейного на старшего что вы должны сделать научиться закрывать месяцы сдать отчетность закрыть задачу защитить кандидатскую диссертацию что вы должны сделать отработать три года в компании не быть уволен тоже кстати возможный вполне индикатор да и он вполне на самом деле нормальный как ни странно потому что в эти три года у вас может быть огромный пол задач вам дадут но это должно быть зафиксировано вы должны это понимать лучше все это зафиксировать не то чтобы юридически обязывающим документам а этически обязывающим вы пишете вашим руководитель руководитель пишет вам да подтверждаю надо достичь вот это иначе вы находитесь в неком состоянии что я надеюсь меня по повысит мне приходилось общаться с сотрудниками которые приходили приносили заявление я у меня почему на не устраивает зарплата я думал меня повысит что значит думал с голубому глубочайшему разочарованию или наоборот счастью я даже не знаю как этому относиться я не умею читать мысли вот совсем не умею да у меня достаточно большой проблемический опыт до многих реакциях я догадываюсь уже по скажу такого отражению на лице людей до по поведению эти вот полумистические навыки кстати очень полезны потому что говорить ртом многие не умеют я надеялся что меня повысит что значит делать что это за формулировка даже я разочарован в компании меня не повысили меня не ценят это это вот набор абстракций которые нарушили его поведение нарушили его эффективность нарушили мои планы да человек не пришел с ними обсудили что нужно чтобы ему вырасти или не вырасти или еще как недомысливать большинство наших надежд вот годовое слово да они домыслены я надеюсь что дождь не пойдет поэтому не беру с собой зон выглядывая на улицу там тяжелые дождевые облака да которые вот в вашей местности вот вы живете например тридцать там два года до вашей местности из этих облаков тридцать два года с подобных похожих идет дождь в большинстве случаев вот я надеюсь что дождь не пойдет потом человек прибегает на работу и такой ох чё это я весь промок ну что ты надеялся я надеюсь что я успею выезжая на вокзал за 15 минут до отъезда поезда возможно что если все вся цепочка событий которая от вашего выезда до отправки поезда будет идеальны вы успеете вот минуту в минуту ну так вот я для тех кто не знал открываю наверное какую-то великую тайну ничего стопроцентного в нашем мире не существует существует исключительно вероятность есть вероятность то есть это вот мы с вами обсуждали менеджмент рисков да есть вероятность наступления риска там здесь десяти процентной вероятностью сломается турникет еще что-то произойдет вы что-то забудете вы попадете в пробку например есть москве такое время вот когда я бываю в москве да я точно знаю что себя в это время из отеля выезжаю там в каком-то направлении я сто процентов попадаю в пробку вот сто процентов я не могу в нее не попасть очень странная ситуация да как бы когда я такой ну надеюсь что не попаду да и возможно какие-то моменты когда этой пробки не будет ну не знаю чума по всей стране прошла и тогда там нет пробки по-другому никак или еще что-то невероятное все машины выгнали и только моя едет подумайте над этим эти надежды кроме проблем вам ничего не создают замените надежды на вероятность есть негатив я надеюсь на наследство есть вероятность что я получу наследство но эта вероятность очень мало поэтому никаких усилий я прилагать на это не буду потому что я этим событием не управляю решение принимает та сторона вторая и договориться с ней условно это бессмысленно со своим руководителем вы если видеть вас что ли ну чё я подумаю возможно тра-ла-ла ну у вас проблемы у вас проблем потому что адекватный руководитель знаешь в тени вот сейчас у нас компании там некие сезон штормов ближайшие два месяца я не могу с тобой говорить ни о чем конкретно давай вот через два месяца мы к этому разговору вернемся у нас там допустим меняется владелец компании а все знаешь меняется владельца то есть допустим было в компании там три владельца осталось два или новый там третий кому-то еще продал свою долю происходит не гипертуберация надо подождать другом случае да он говорит хорошо у нас сейчас нет свободных штатных позиций но мы планируем расти если ты хочешь чтобы я смотрел тебя на планируемую вакансию если мы откроем то ты должен сделать это и это возможно есть и другие сотрудники тогда он говорит что вот кто из вас лучше выполнить вот эти вот эти задачи лучше на быстрее свое время не еще как-то до измеримо тот и получит повышение иначе получится да по известному мему когда назначая на должность человека я получаю сто недовольных одного неблагодарного людовик вам какой-то сказал по счету сто недовольных одного неблагодарных ну так надо значит это делать конкретно и опять же вы не надеетесь на это повышение вы договариваетесь договаривайтесь о том что ваш руководитель берет на себя обязательства попытаться открыть для вас новую штатную позицию эти же позиции будет открыто вы будете иметь первый приоритет да опять же если он говорит я вас сто процентов повышу то тогда он владелец бизнеса потому что такие решения в компании принимает стопроцентной вероятностью стремящийся либо владелец бизнеса либо генеральный директор всех остальных случаях могут быть какие-то форс-мажоры и вы опять же проговаривать что если не наступит вот таких форс-мажоров то ваш договор имеет силу вы своей стороны должны сделать это ваш руководитель вот это попытаться повысить вам зарплату до инициировать повышение по вашей позиции еще что-то и так то есть мы не надеемся не наследство не на абстрактные в нашей голове договоренности с нашим руководителем мы не надеемся на абстракт на опять же да я надеялся что мой брак будет счастливым что это за формулировка то такая во первых неизвестно что такое счастье ну не то что у каждого свое но у каждого человека в разное время свое оно у человека меняется в 15 лет у меня было одно счастье в 25 другое сейчас мне тридцать шестой год идет и ну да надо забывать вот у меня вообще третье счастье я не удивлюсь что когда мне исполнится 40 с некоторой вероятностью у меня возникнет четвертое счастье иногда человек вообще не знает что такое счастье для него он в принципе этого не знает он просто вот живет и не знает да и он женится ну вот я несчастлив а что ты считал счастьем что было целью вот опять же возвращаемся к тем вот видео по поводу цели то есть у нас есть какая-то цель мы ее реализуем через заключение семейного контракта именуемого браком с существом противоположного пола мы его заключили и так все не так что ты ждал почему-то не мог до этого сказать как бы второму существу я ожидаю тебя вот этого вот этого вот этого и вот этого ты можешь от меня ожидать вот этого и вот этого а чтобы ты хотел или хотел что является твоей целью что является твоими ожиданиями чем ты готова поступиться чем готов я поступиться и об этом договариваются до почему такая ужасная какая-то жесткая страшная статья как угодно слово выберите да статистика раз в год причем первые три года потому что все обнаруживают что надежды в их головах не совпали они вообще какие-то другие и вообще все все по-другому все не так и таким образом мы не надеемся мы договариваемся мы понимаем что у нас есть вероятности на которые мы можем повлиять через договор либо видя что вторая сторона не договора способна надо отгребать от этой ситуации готовиться менять работу не заключать брак с человеком который в принципе считает что договариваться это не нужно потому что розовые зайчики фиолетовые пони и любовь до гроба но не факт потому что до гроба может быть достаточно долго вообще как показывает реальная практика моих наблюдений не только за собой и за окружающими люди каждые три пять лет меняются меняются очень сильно очень сильно некоторые кардинально меняются прямо вообще поэтому говорить про любовь до гроба очень странно и надеюсь на нее тоже хотя бывают исключения но опять же их очень мало я бы сказал что каждые три пять лет в некотором роде происходит перезаключение семейный хоз то есть вы год встречались поженились два-три года жили происходит некое переосмысление и заново это перезаключение я не говорю что надо развестись и снова расписаться происходит переосмысление вы видите себя новых каких-то других с новыми целями интересами задачами мыслями это обновление это позволяет не уставать от партнера или партнерши но это не надежда люди меняются так и будет вероятность только говорит о том когда они сменятся кто-то быстрее кто-то медленнее кто-то сильнее кто-то меньше опять же это все вероятность когда мы говорим про надежду мы пытаемся сказать что мы реально управляем окружающим пространством всем со стопроцентной вероятностью да вот сейчас у меня там в руке мячик до массажный я могу бросить стену могу разрезать там канцелярским ножом могу просто положить на стол я этим управляю почему потому что это некое ограниченное локальное пространство и даже стол может я вот попытаюсь положить мячик а стол обвалится вероятность этого ничтожно но не равна нулю поэтому говорю когда я говорю я надеюсь что я смогу положить мячик на стол да это говорит о том что в маленьком локальном пространстве мои возможности по воздействию велики но все равно это надежда и она может быть разочарована я могу промахнуться мимо стола стол может упасть мяч может что угодно может не надо надеяться надо сказать я вот этим тут локально могу управлять потому что вероятности стремятся к ста процентам но как только мы выходим чуть шире даже в технический мир выясняется что в самый неожиданный момент ломается кофемашина нам надо на работу она сломалась стиральная машина ломается да опять же техническое устройство но берет и ломается если же мы отходим от технических систем в пользу систем с человеческим участием таких например как рабочий коллектив то наши надежды вообще они наши то есть они просто абстракциями потому что остаются только голые вероятности и ничего другого да еще и перекрещивающейся множественностью да потому что у меня своя вероятность там у кого-то еще и все это только некоторое воздействие мы можем оказать чем выше мы в социальной иерархии тем больше наше воздействие и у некого там словно правителя да у него возникает ощущение что его воздействие стопроцентно он отдает приказ а ему говорят невозможно выполнить вас приказ потому что то такому вы отдали приказ только что умер от инсульта и как так я же управлял один всем ну если брать некие большие цифру то да возможно управлял локально не факт совершенно ну что тут человек вчера умер от инсульта вы сегодня подписали приказом еще об этом не узнали мы приехали с приказом очаг этого нет больше на этом мире он где-нибудь другом мире теперь ходит это вот о надеждах беда в том еще раз говорю надежды порождают ожидания и поведение которое за которой в дальнейшем становится некомфортно вспоминать а чё же я вот это бросил я бы мог стараться сейчас бы имел там хорошую должность хороший доход я понадеялся что меня вот достанется это наследство или там еще что-то произойдет в моих интересах надежда на здоровье я надеюсь что я буду всегда здоров не нибудь это прям такая невероятная генетическая лотерея чтобы до конца жизни оставаться просто так здоровым что-то невероятно это ваш выигрыш в таком случае больше чем миллиард долларов на мой взгляд вы будете оказывать если воздействие если будете проходить проверки регулярные заниматься физической культурой да опять же какой-то управлять стрессом потому что без этого на современном мире можно быстро очень закончится опять же о вреде стресса говорю но вы не надеетесь вы не ожидаете что вы будете по умолчанию само собой здоровым вы над этим системно работаете как над физическим так и на умственном так и над психическим здоровьем ум вы развиваете допустим умственной нагрузкой физическое тело а психическое даже не практикуете медитации или какие-то другие практики которые позволяют стабилизировать духовное состояние снизить уровень генерации стресса на скажем так зоне психосоматики до которая может разрушить там хочет вид на железу хоть что угодно вот это что касается надежд реально мы там надеемся на выход компьютерной игры а потом читаем новости отложили надо да я надеялся на выход игры по вархаммеру там читая новости и отложили чуть ли не на год я сам иногда впадаю в надежды тоже этим грешу и потом испытываю разочарование но вот делюсь с вами что ничего положительного надежда ну не создает совершенно только иллюзию ожидания неверные поступки в конце концов грусть разочарование некомфортность стресс и так далее и тому подобное спасибо за внимание